Это были гастарбальтеры от того времени, их называли лимитчиками. Они очень странные, на мой взгляд. Вообще провинция с женским лицом. Есть те, кто верит в грядущее царствие божие на земле. Теряешь почву под ногами и не понимаешь, что здесь происходит. Они как бы ощутились против государства. Как евреи, да? Они слышат то, что слышат и видят только то, что они хотят слышать и видеть. Люди действуют ситуативно, у них нет никакого плана. У тебя почти как у Лукашенко. У Лукашенко тоже такие вот бумажечки. Да? Да, у него только такие, тоже крупным шрифтом написано. И они чуть покороче. И он вот так вот откладывает, читает что-то. Я, кстати, в кадре видно, что я читаю. Правильно. Ты же не Ксения Анатольевна, чтобы не стесняться этого. Она хочет, чтобы она типа из головы все придумывает. Давай немножко о родителях поговорим. Они приехали в Москву после 10 класса своего. Да, они закончили здесь, наверное, 11 классов. Да, они поехали учиться туда. Мама у меня, не помню, в каком-то, что-то связанное с химической промышленностью. Это не институт, это среднеспециальное образование. Может быть, даже после 9 класса. Они поехали туда учиться, да. И тогда, в ту пору, это были гастарбайтеры того времени. Их называли лимитчиками. Это низкоквалифицированные сотрудники. Не хватало в Москве. Кто-то работал официантом, кто-то работал на бетонномешалке, как мой отец в самом начале. Мама работала на заводе, где производились расчески. Тут как раз химическое производство. Пластиковое. Пластиковое, да. Ты говорил, что твой папа вкладывал в твое с сестрой образование. Да. И что это был его такой вот главный, что ли, паттерн, который он может вам дать. Да, мой папа, потому что не интеллектуал. Я не из номенклатурной советской семьи. У меня не было квартиры в центре города. У меня нет дедушки-профессора. И папа мой, выходец из города Касимов. И так оказалось, ему повезло, что он стал работать в один момент на очень умного человека. Такой умный еврей, который сказал, Борис, то, что ты можешь дать своим детям, дать им образование. И поэтому папа не скупился никогда. Он получал хорошую зарплату по меркам 90 в долларах. Сестра у меня ездила на языковые курсы в Америку. У меня у первого среди одноклассников появился компьютер. То есть папа все время вкладывался в образование. И хотя, повторюсь, человек с его бэкграундом, с его опытом, как правило, как такие вот люди рассуждают? Чтобы главное был сыт, обут, одет. Нет, а у него была одна цель дать образование. Чтобы дети не просто были лимитчиками, гастарбайтерами. Я поэтому благодарен. И моя родная сестра, и я достигли чего-то. Сестра у меня тоже хорошо работает, хорошо зарабатывает. Хороший экономист. Смотри, я к чему пытаюсь подвести. Это повлияло на то, что у тебя другие горизонты, другие амбиции, в отличие от тех 25-летних ребят, которые из Владимирской области, для которых, может быть, их горизонты и их, не знаю, Эльдорадо – это дом, не знаю, в Испании или на Рублевке. Вот, как ты говоришь, поесть вкусно, там, красиво жить, чтобы все в золоте было. А что бы было, если бы этого не было? Может быть, ты так же бы просто мечтал о большой зарплате? Наверное. Я понимаю, что во многом тут сыграл роль и фактор случайности, и позиция моего отца. Потому что, наверное, я бы работал, как и многие мои одноклассники и люди из района, окраинного района Капотня, имеющие не очень хорошую репутацию москвичей. Там есть городообразующее предприятие, нефтеперабатывающий завод московский. Вот многие люди, многие мои одноклассники, те люди, с кем я рос в одном дворе, они работают сейчас на заводе. И так же я ходил бы работать на завод с девяти до шести. Мама, справедливости ради, нужно сказать, что очень мягко пыталась меня к этому подвести, чтобы я пошел после девятого класса, поступил в колледж, который там же находится, нефтеперабатывающий. И впоследствии работал на заводе. Который гарантировал. В нефтянке это гарантировало бы мне независимость, стабильность. Я как сейчас слышу голос мамы, Сергей, у тебя всегда будет кусок хлеба. Вот такие вот эти все слова. Но нет, я уже тогда взял вот этот вектор, задал себе вектор. Я очень много читал. И уже с седьмого класса я хотел стать журналистом. И мы издавали с моим товарищем школьную газету. Публиковались в местной муниципальной газете. И я тогда уже понимал, что у меня два варианта было. Либо стать журналистом, а если не получится, то поваром. Ну почему поваром? Ну потому что я люблю до сих пор готовить. Для меня это такой акт медитации. Мне очень нравится готовить. И, кстати, в семье чаще я готовлю, нежели жена. Жена так стряпает что-то на скорую руку. А я, для меня это ритуал. Такой очень долгий. Смотри, я тут посчитал, простые вычисления сделал. Вот сейчас 2023, твоей дочке два с половиной года. А второй 13 уже. Да. Получается, вы ее запланировали во времена ковида, мне кажется. Какие долгосрочные планы-то были тогда? О чем вы думали? Не боялись? Ведь уже тогда понятно было, что ковидство, компулентность. Мы вот сейчас 23 июля, было 7 лет с нашей свадьбы, с женой. А вообще вместе мы 10, не то 10, не то 11 лет. Точно не помню, пускай меня жена простит. И мы в тот период уже жили продолжительное время вместе. И когда такой вот союз между мужчиной и женщиной, то есть им надо делать еще один шажок на ступень выше. Ну, либо расходиться. Потому что очень много моих знакомых, которые также жили по 10-15 лет вместе, и когда они не переходили в принципиально другую стадию отношений, я имею в виду, когда появляется третий ребенок в семье, то они расходились, потому что выхолащиваются отношения. Охлаждаются, огонь пропадает. Да, а ребенок тебе, ребенок сообщает новый смысл вашим отношениям. Ты себя ощущаешь отцом семейства в таком, в обычном патриархальном плане, что ты должен тянуть семью, что ты главный? Как у вас отношения? Ну, у нас равноправие полное. Нет, я чувствую, я всегда чувствую ответственность. У меня, к сожалению, вот это и есть такая черта, это касается и профессиональной моей деятельности, и в семье, что я всегда на себя много беру, не умею делегировать полномочия. Почему я сам снимаю, сам иногда монтирую, сам подыскиваю музыку. Это сейчас порядки вещей, когда любой блогер этим всем умеет заниматься, он такой универсальный человек. А я выходец из классического телевидения, с НТВ, например, где мы ездили в командировки, у нас каждый сверчок знал свой шесток. У нас вот был звукооператор, оператор, потом человек, механик камеры, потом у тебя приезжаешь монтажер, отдельный человек, который анонс собирал для профессии репортер, отдельный человек, который музыку подбирал, и все было распределено. И мне было сложно. Когда я перешел на дождь уже, я понимал, что такого количества людей здесь нет, тем более профессионально подкованных. Нужно всему учиться самому. И вот я плохо делегирую полномочия, хотя сейчас, например, даже работая последние годы у Собчак, работая в «Медузе», когда я возглавлял целый отдел «Черный флаг» документального кино, я мог бы набрать сотрудников молодых подмастерья, которые бы делали все за меня. Но я все время замыкаю на себе. Я понимаю, что это тоже огромный минус для меня, потому что вот эта гиперответственность во мне живет. Но, возвращаясь к семье, у нас полное равноправие в семье. Повторюсь, я готовлю, я ничего не вижу зазорным в том, чтобы мужчина готовил. У нас так распределены эти обязанности. Гладить я терпеть не могу, точнее. Нужно ли сейчас? Сейчас же модно просто с гмятым ходить. Да, кстати, я покупаю себе уже футболки, которые не надо гладить часто. Тем более, это сейчас актуально, когда я остался без жены, и весь быт исключительно и только на мне. Поэтому нет, у нас нет. Конечно, никаким патриархальным главой семейств я себя не ощущаю. Более того, мне не очень нравятся такие токсичные отношения, какие складываются в обычных среднестатистических российских семьях. Они очень странные, на мой взгляд. Потому что я наблюдаю, как сторонний наблюдатель за отношениями, особенно складывающиеся в провинции, ты понимаешь, что женщина чаще всего на себе тянет. Вообще провинция с женским лицом. Если ты пойдешь в местную администрацию, в местную библиотеку, в любую бюджетную сферу, а других здесь работ нет, никаких, и увидишь, кто организовывает различные предприятия, ты увидишь, в основном это женщины. То есть женщина здесь двигатель главный. А мужики что делают? А при этом мужик с такой претензией, с таким опломбом, я мужик, ударить кулаком по столу. Мужик просто выполняет какую-то ритуальную, наверное, функцию. То есть он поставит память. Он хоть зарабатывает? Нет, есть. Я не хочу, чтобы потом люди посмотрели из Касимова или других городов, и обвинили меня, что я вот всех под одну гребенку, а вот я не такой. Конечно, есть исключения с правил. Но в основном я вижу, что все семьи, главой семьи является женщина. Все зиждется на женщинах в русской провинции. Тем более сейчас, ты понимаешь, что когда мобилизация началась, в основном стали загребать из маленьких городов, таких 30-тысячников, как Касимов. Самых работоспособных мужиков. Самых работоспособных мужиков. То есть сейчас, вот я приведу тебе небольшую статистику. Вот этот перекос, который существует во всей России, в маленьких городах еще более силен. Перекос в сторону женщин. Да, то есть 60 на 40. И сейчас мы понимаем, что работоспособных мужчин, не маргиналов, не алкоголиков, а работоспособных мужчин, которые здесь работали, забрали, забрили в армию и мобилизовали. Потому что зачем москвичи... Да, москвичей тоже забирали, но в меньшей степени из больших городов. Потому что там развоняются, там СМИ, там будет резонанс какой-то. А здесь покорные люди. Никто не вступится. Здесь люди покорные. Здесь люди такие фаталисты. Они покорны судьбе. Ну, забрали, значит так надо. Родина призвала. И вот сейчас эта ситуация еще больше усугубится. В таких маленьких городах. Здесь будут одни женщины. Твое субъективное мнение о тех, кто свергает режим в России из Берлина, Вильнюса и Риги, сами ближние. Разверни, пожалуйста, эту мысль, насколько это продуктивно и эффективно. Для примера, был такой публицист Ульянов. Находясь в Женеве, в 1905 году писал «Обливайте солдат кипятком, а полицейских серной кислотой». Но в 1917 году мы видим, что произошло. Это уникальный для России случай, когда эмигранты, я имею в виду большевики, сумели захватить власть в стране. Уникальный случай для России, потому что обычно эмигрантам этого не светит. А уникальный он почему? Потому что большевики, у них была четкая, внятная структура, партийная. Каждый понимал, что ему делать. И это было, как многие исследователи уже сейчас пишут об этом, что это своего рода секта. Полурелигиозная секта. И она по принципам секты строилась. Согласен. Эта книжка об этом Слезкина есть даже, что большевики – это, по сути, секта. Как милентаризм. Есть те, кто верят в грядущее царствие божие на земле. Также большевики верили, что когда-то будет. Они верят во что-то. Неукоснительно. И поскольку они организованы были как секты, а секты, они могут работать слаженно. Они готовы были проливать кровь, в отличие от эсеров, народников, кадетов. Они готовы были проливать эту кровь. Поэтому пока все замешкались, все другие политические силы, они взяли власть в свои руки. Читают, что они просто подняли власть, которая валялась. Которая валялась, да, в том числе. А вообще, в целом, я со скепсисом большим отношусь к людям, которые находятся в эмиграции и дают какие-то ценные указания тем, кто здесь остался. Бивать солдат кипятком. Потому что в какой-то момент, и я с этим тоже сам столкнулся, в какой-то момент ты, во-первых, ты перерезаешь эту пуповину, которая тебя связывает с родиной. Ты не понимаешь, что здесь происходит. Ты в какой-то момент теряешь почву под ногами и не понимаешь, что здесь происходит. Вот приведу такой пример. Одни из первых эмигрантов русских, политических, это Герцан и Огарев. И Бакунин еще анархист. И вот как возникла идея о том, что у русского человека он врожденный социалист. Они прочитали книжку Гагсгаузена, барона фон Гагсгаузена, немецкого агрария, который по приглашению Николая I приехал в русские деревни для того, чтобы исследовать, как живут все-таки крестьяне. И он обнаружил такой феномен, как община, общинный дух русского народа. И Герцан и Огарев, которые находились в тот момент в Лондоне и выпускали газету «Колокол», а потом и Бакунин, они почитали про этот общинный дух и уцепились за эту идею, что вот русский народ, он готов к революции. И социализм – это наиболее органичный для русского народа, для русского крестьянина вид строя. Но они одного не учли. Они находились в отрыве от этой действительности, что барон фон Гагсгаузен проезжал в основном по старобряческим и сектантским деревням, где действительно есть общак, где есть братство, взаимовыручка. Почему? Потому что они ощутились против государства. Как евреи. Государство их гонит, они все время гонимы, значит, надо сплачиваться. Тоже, по примеру, секта. И в этой секте понятно, что такая взаимовыручка. А вообще в целом русский крестьянин, как потом писал Энгельгард в записках из деревни, и многие другие, Пругавин, многие другие исследователи крестьянского быта и психологии крестьянской, что эти люди да нельзя индивидуалистичны и не спешат друг другу помогать. Ну так вот, изначально наши революционеры, русские, наши мыслители, они исходили из неверной предпосылки. Поэтому они выстроили дальше дальнейшие свои вот эти политические надстройки из неверной предпосылки. Так же и здесь. Мы включаем какого-нибудь Соловья, профессора или какого-то еще человека, вот этих политологов, которые вещают на аудиторию YouTube, и они говорят, завтра свергнет, завтра путинский режим падет. Нет. Послезавтра падет. Потому что они исходят из неверных предпосылок. Они выдают желаемое за действительное. Они слышат то, что... Слышат и видят только то, что они хотят слышать и видеть. И делают из этого, соответственно, неправильные выводы. Поэтому я очень скептически, честно говоря, отношусь. И я сам... Меня самого приглашали на такие форумы. Я туда не спешил ездить, потому что там собирались... Там собираются довольно... Не все, не скажу про всех, но очень много странных людей. Странных людей. Возможно, даже каких-то засланных агентов. Кремлевских. Я не исключаю такого варианта. Здесь уникальный... Уникальный город, который старше, чем Москва. Касимов. Пошли туда. С богатой культурой. И с богатой культурой, где уживались... Уживались и татары, и русские. И есть на что посмотреть. И город с серьезной историей. Но при этом здесь все улицы названы в честь советских палачей, советских головорезов. Володарского, Урицкого, Маркса, Энгелеса. Вот сейчас мы идем на улицу Карла Либнахта. Какое отношение имеет Карл Либнахт к городу Касимов? А между тем, на улице Карла Либнахта находится, расположен дом Иосифа Кауфмана. Это родной дядя Пастернака. И Пастернак провел здесь... Лето. Лето 20-го года. Лето 20-го года. Совершенно верно. Спасаясь от ужасов и голода гражданской войны. Он приехал сюда к своему родному дяде, который был главврачом местной больницы. И писал в том числе письма своим родителям, что он ему напоминает, город Касимов напоминает ему немецкий Марбург. Настолько... Ну, видимо, тогда еще, век назад Касимов был более... Благоустроен. Благоустроен напоминал ему немецкие города, где он, в частности, учился. И я знаю, что многие литературы веда считают, что прообразом Юрятина из доктора Живаго послужил город Пермь, но Касимовцы с этим решительно не согласны. Они считают, что Касимов лег в основу. И Юрятин, когда изображается вот этот холмистый ландшафт, холмистная местность, что здесь в церкви вот так вот тесняться друг с другом. Это все про Касимов было написано. Потом сама фамилия Живаго, она рязанская. Да, банк был здесь. Банк был, да. Главный банк дореволюционной Рязанской области был Живаго-банк. Вот если бы здесь местные власти открыли бы дом-музей доктора Живаго, это привлекло бы и туристов, и... Ну, в целом, благотворно бы сказалось, конечно, на городе. Я продвигал эту идею очень давно. В течение последних лет десяти, когда я сюда приезжал, я говорил, это же уникальное место, где Пастернак жил, Нобелевский лауреат. И мы должны привести в порядок этот дом. Местные активисты, местные ребята говорили мне, что это невозможно, потому что здесь, после революции, вот в этом особняке, где жил один доктор Кауфман со своей семьей и Пастернак одно лето, сделали коммуналку, здесь было все поделено на комнаты и жили очень многие люди такого маргинального склада, которые пили, и мне говорили, что администрация хотела бы выкупить у них это здание и привести его в порядок, но у них не получается, потому что те, я имею в виду, жители коммуналки, это заламывают высокие цены. Но в результате, значит, этих всех людей расселили, здесь стали обретаться бомжи, мы видим уже погорело это здание, как раз видимо они в какой-то один из ненастных дней грелись там и таким образом произошел непроизвольный поджог этого здания. В общем, мы решили написать Квентина Тарантино, пометуя о том, что у Квентина Тарантино любимый писатель это Пастернак, потому что есть знаменитые фотографии, когда он приезжал в 90-е годы на могилку прильнулся. В Переделкино, да, и он обнимал очень нежно и трогательно могилу Пастернака, и мы здесь решили записать это видео, это разошлось во многих СМИ, но не привело к желаемому результату, все, не знаю, дошло ли до Квентина это. Мы не знаем, видел он это или нет. Да, не знаем, видел ли он или нет. Сюда приезжал телеканал РЕН-ТВ, потом по горящим следам РЕН-ТВ, я знаю, но все с таким, знаешь, немножко стебом, что вот местные жители не от хорошей жизни обратились к Вентину Тарантино. А на самом деле это позор, потому что не только к Вентину Тарантино местные жители обращались, на моей памяти жители самарских бараков, которые были построены пленными немцами, обращались к Ангеле Меркель, чтобы она их расселила. Вот это позор, тот позор, который не смываем с российской власти, но при этом у нас федеральные каналы провластные приезжают и как бы стягутся над этим. Очень смешно, да. Да. Город действительно уникальный, уникальный, потому что в средней полосе город, где на протяжении двух веков находилось Касимовское ханство, где была симфония двух культур, русской и татарской, второй по значимости город Рязанской области в таком вот состоянии. То есть мы знаем, куда переносить столицу России, когда Москва закроется. Здесь мирно уживались все культуры. Лишнее тому подтверждение, вот сейчас воскресенье, базарный день. Во-первых, здесь называется не рынок, а базар. Это тюркское слово базар. Да, базар, да. И дважды в неделю в Касимове проходят базарные дни. Это воскресенье, мы знаем, что для русского населения, христианского населения воскресенье является священным днем. А еще проходит четверг, потому что пятница, это накануне пятница, для мусульман, да, совершенно верно. То есть до сих пор сохранилась эта традиция, хотя татарского населения здесь осталось от силы 5%, как говорят местные краеведы. Они живут залогом там, да? Да, здесь Успенский, то есть здесь такая гористая ландшафт, холмистая местность и здесь вот мы сейчас выйдем на соборную площадь, там Успенский собор и дальше Успенский овраг. Как раз это делят на христианскую часть, на русскую часть, вот мы сейчас по русской части идем, и на татарскую слободу так называемую. Там находятся... Дороги, кстати, мы уже видим. Дороги, ты сейчас у местных, у любого спроси, подойди, спроси. Главное, боли, беда местных, это дороги. Они тебе скажут, вот что изменить? Они скажут, дороги. Им не нужен дом Пастернака, приводить в порядок церкви, им дороги нужны, потому что здесь, как в любом провинциальном городе, проблемы с общественным транспортом и без личного автомобиля не обойтись. Надо понимать, что здесь не совсем ортодоксальное население мусульманское было, то есть они не ходили в платочках. Здесь есть несколько женщин татарских, которые были очень эмансипированы, которые Сагдия Булатова, допустим, вот моя героиня, которую я очень люблю, она открыла первую школу для девочек-татарок еще до революции. Была пламенная революционерка, открыла театр, который назывался Чулпан, и ездила по всему району ставить спектакли. А мы понимаем, что мусульмане, мягко говоря, не очень одобрительно относятся к лицедейству, к этим театральным постановкам. Это, напомни, перед революцией незадумно. Это перед революцией, да, было. Потом у нее выходила газета, она агитировала. Газета Коса называлась, такая женская, она за женскую эмансипацию. Коса, это в смысле? Коса назвала, название газеты было. Не, я понимаю, это не наша коса, это что-то... Нет, это русская коса. Русская коса, в смысле? Да, по-русски. А, коса, вот это коса, что ли? Да, и вот тут, когда... Да, вот это коса. А вот тут, в конце, вот там вот есть, где вот надпись кино, это еще дореволюционный кинотеатр Марс. Там сохранилось такое название. Когда случилась революция с Игдею Булатову, едва-едва не выкинули со второго этажа ее мусульманские братья, потому что она была ненавистной как для капиталистов местных, богатеев, которых она высмеивала в своих театральных постановках, так и для местного религиозного сообщества, которые считали ее не вполне своей, потому что, ну, как, мусульманская женщина еще топит за равноправие и вообще за эмансипацию. Сначала Касимов носил название «Городец Мещерский». Он был основан в 1152 году Юрием Долгоруким как бастион, некий рубеж Ростовско-Суздальского княжества. А впоследствии, в 1452 году, спустя 300 лет, произошли заметные перемены. Как он стал татарским ханством? Василию Темному помогли два брата Якуб и Касим. Ему они помогли в борьбе за московский престол. Но это не понравилось их родному брату, и он их погнал из Казанского ханства. Ну и, собственно говоря, они приехали в Россию, и Василий в знак благодарности пожаловал им вот эти вот земли. И, собственно говоря, город Касимов назван в честь одного из братьев этого Касима. С Иваном была история следующая. Здесь отсюда родом потомок чингизидов еще, правнук последнего великого ордынского князя Ахмада Симеон Бекбулатович был Касимовским ханом, который, как мы знаем, стал калифом на час, таким зиц-председателем на 11 месяцев, стал царем российским. Для чего это нужно было Ивану вот такой политический маскарад как бы себя сместить, поставить на свое место Симеона Бекбулатовича? Я не знаю. Ключевский историк говорит, что на самом деле Иван Грозный хотел экспроприировать все церковное имущество, монастырей, ему деньги нужны были, но он не хотел своими руками это делать. Поэтому ему нужен был вот такой его ставленник, который возьмет на себя все репутационные риски, скажем так. А может быть, еще говорят, там какая-то мистическая составляющая была, что Иван Грозный ведь религиозным человеком был, что кто-то ему напророчил, что именно в этот год должен умереть московский царь, поэтому он решил поставить вместо себя Симеона Бекбулатовича. Но участь этого Симеона Бекбулатовича незавидная, поэтому вот я глубоко убежден, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву тоже стоит напречься. Недаром его часто очень сравнивают с этим человеком, потому что когда началась смута, Борис Годунов, опасаясь, что он будет претендентом на власть, сослал его, говорят, еще ослепил. Он сначала был насельником Кириллова-Белозерского монастыря, потом дальше Василий Шуйский его сослал вообще на Соловки. В общем, уже старый, дряхлый, больной Семен Бекбулатович ему все-таки позволили потом вернуться в Москву, где он и почил. В общем, незавидная участь была этого человека. И мне кажется, что я глубоко убежден, что Дмитрий Анатольевич тоже вот... У него трагическая судьба, трагическая судьба, потому что человек от первого лица, от первого лица, от надежды всех либералов, от человека, который приходил на дождь, который говорил «Свобода лучше, чем несвобода», который окружил себя правильными, умными людьми во многом. Переходит к такой риторике. Здесь еще интересно про Вознесенский собор, такая своего рода визитная карточка. Есть фотографии в Краеведческом музее, можно посмотреть, что в советское время здесь была колокольня, ее разрушили. А колокольню как задействовали в советское время? Есть карточки 20-х годов, когда местные жители прыгали с этой колокольни с парашютами, уже раскрытыми, разумеется. Знаешь, как почти в фильме Андрея Рублева-Тарковского? Да. с крыльями. А тут с парашютом человек прыгает с этой колокольни. Очень эпичные кадры. Мы с тобой говорили вот сейчас о том, что Александр Энгельгард в своих письмах из деревни писал еще в конце 19 века, насколько атомизированы русские, что никакой социализм здесь никогда не приживется. Потому что идея социализма это идея совместного действия. И стоит посмотреть даже на Подмосковье, где я бегаю каждый день, на высоту забора в частном секторе. Но вот, что я не могу понять. Местный клуб восстановлен силами самих косимовцев. Люди не побоялись, захотели и смогли организоваться, чтобы создать место, которое похоже на нормальный немецкий клуб. Они объединились не для того, чтобы что-то разрушить, а наоборот, восстановили. Организовали кружки. Все это противоречит идее атомизации. Я вот этого не понимаю. Они же должны были стучать друг на друга, как Павлики Морозовы. Так здесь тоже стучат друг на друга. Здесь тоже все не так однозначно, потому что есть все равно определенный процент, он очень маленький, низкий, к сожалению, в любом городе пассионариев, которые хотят изменений в городе. Тем более у истоков этого преображения, вот этого клуба, бывшей столовой речного пароходства, заброшенной, стояли люди, имеющие анархистские корни, для которых кооперация, для которых некая коммуна, причем не на коммерческих рельсах все, а вот именно на добровольных началах. И за свой счет? И за свой счет. Такие люди в основном стояли. Здесь место, Касимов место, здесь интересная история у него, потому что в конце 90-х, в начале 2000-х была так называемая Касимовская альтернатива. Сюда повадились приезжать очень многие анархисты, как из Москвы, так и из Нижнего Новгорода. Их объединяло экологические проблемы, потому что здесь, в Касимовском районе, пытались построить завод, и они протестовали. Вот эта эко-тема их собралась здесь, они проводили протесты, собирались в чистом поле, и они отстояли. Они хранители радуги, это была такая организация, хранители радуги. И поскольку эти ребята проводили здесь целое лето, они влияли на местное население, в том числе на подростков, и вот мой подельник Сергей был тогда молодым человеком, он проникся этими идеями анархическими, и как бы тусовался с ними, как и многие здесь на самом деле люди. Вот мы пожинаем плоды эти. Сюда приезжал Стас Маркелов, который тоже был сторонником анархии. Многие известные анархисты, Влад Тупикин, такие вот, которые являются иконами как бы анархического движения в России, они многие обретались здесь. Они купили здесь два дома и хотели здесь сделать такую штаб-квартиру анархическую. Комуну. Комуну, а хотели баллотироваться в местную власть и постепенно таким образом преображать город. Но потом как-то эта идея затухла. Но повторюсь, это дало всходы в следующих поколениях жителей города, в том числе Сергей, другие люди, инициаторы, члены инициативной группы, кто создавал культурный центр «Маяк», они на тех еще анархических позициях, я думаю, что их небольшой очень процент, очень небольшой процент в городе. На 27-тысячный город, ну, сколько ты наберешь? Ну, сотни, может быть, ты наберешь таких людей. И все. Пассионариев. Пассионариев. Ну, так оно и есть, потому что вот Артур Тойнби, великий историк, он всегда говорил, что в любые исторические периоды всегда есть 10 процентов пассионариев, а остальное это все такое топкое, вязкое болото, и они примут вообще все, что угодно. К вопросу о том, что ты говоришь гомофобия, не гомофобия, вот им завтра скажут, гей-парады давайте проводить вместе. Значит, мы вас сверху поступят, скажут, берем брадужные флаги и выходим на первомайскую демонстрацию. Они покорно возьмут и пойдут. Ну, что-нибудь, может, поплюются там. То есть, я хотел прийти к выводу, что все не так однозначно, что не все так плоско, но в результате все равно русские с утра начинают пить водку. А ты, подожди, а ты думаешь, что в Германии как-то иначе? Ты думаешь, в Германии более высокий процент людей, вот таких пассионариев, которые там что-то делают? Или в Америке, допустим? В Америке такое же количество, если не больше, мракобесов, чем у нас в России, конспирологов. Ну, сколько их? Вот этот QAnon, или как он там называется? что-то такое. Которые верят в рептилоидов, пришельцев и так далее. Такой же процент это везде здесь не зависит от нации, мне кажется. Просто там это встречное движение, вот есть низовая инициатива, горизонтальные связи, мы решили организовать и встречное движение государства, которое выделяет субсидии, что-то выделяет для этого, способствует тебе. А здесь государство боится наоборот объединения. А здесь государство наоборот боится объединения, да, да, в том числе, потому что этот культурный центр Маяк, он создан руками людей. Я приезжал сюда, когда здесь не было, когда там не было ни окон, ни дверей, где люди сами брали валики, сами штукатурили, все приводили в порядок за свой счет. Власть никаким образом не помогала им. Ну, хотя бы не ставила палки в колеса? Да, может быть, не ставила, не ставила палки в колеса, но потом государство, оно ведь хочет все время простереть свою длань над всеми. И первым делом Касимов, полуразрушенный город, когда приехал сюда нынешний губернатор Рязанской области, он посетил памятник царице Сюмбике татарской, который был открыт, и потом приехал в культурный центр Маяк, потому что куда еще его возить? Это модное место, а губернатор молодой нынешний, Рязанский. Молодой губернатор куда-то его по развалинам, по руинам этого Парфенона повезешь, его надо в модный каворкинг завести. Модный каворкинг, который создан руками людей. Он знал, что это не на государстве? А я не знаю, нет, не знаю. Могли-то еще это самое сказать, что это... Не знаю. Ну окей. То есть здесь вопрос даже в том, что ладно, окей, вы не выделяете никаких субсидий, никаких денег, допустим, но вы хотя бы сделаете, если вы церкови, допустим, делаете, или каким-то социальным институтом, делаете скидку на газ, отопление, воду. Сделайте им скидку просто. Не надо им никаких денег давать, но сделайте им скидку. Но это сейчас у них более-менее благополучные летние периоды, когда сюда приезжают москвичи в большом количестве. Они за счет продажи кофе, за счет вот этих всех штук, продаж картин, каких-то... Поделок. Поделок, да. Они отбивают еще деньги, которые нужны для оплаты коммунальных услуг. А зимой серьезные проблемы с этим возникают, когда здесь нет москвичей. А местные не пойдут туда и не будут кофе за 130 рублей покупать. Для них это слишком дорого. И картины никто не будет покупать за 5 тысяч, да? Ну, ты говорил, что у вас даже голову не моют парикмахерские, потому что это плюс 50 рублей. Да. Это мне... Мой мастер, у которого я стригусь, всегда сказала, что... Спросила меня однажды после стрижки, я в первый раз у нее был, а она говорит, моем голову. Я говорю, конечно, разумеется, что за вопросы? Она говорит, не, ну просто многие отказывают, большинство отказываются, считают, что нужно дома помыть, 50 рублей экономят. А я это помню, потому что в 90-е годы меня мама тоже водила и говорила, Сергей, пойдем, дома помоем, здесь недалеко. провинции, то есть как вот советское это прошлое, двигатель заголок, они все, никто не может никак себя реализовать, ждут чего-то все время. А можно просто делать такие центры и с помощью этих центров самореализовываться. Один из аспектов этого центра здесь горизонтальное самоуправление. То есть мы изначально так прописали в ценностях, что управление происходит рабочей группой, состав у него там 14 человек, и, соответственно, все решения принимаются консенсом. То есть нет такого, что большинством, ну это большинством решаются в основном какие-то вопросы, которые не сильно поважают на работу центра. Может быть, покрасить стену какой-то цвет или еще что-то. А основные, конечно, законы, не законы, а ценности наши, они решаются консенсом. Если кому-то что-то не нравится, он конструктивно это критикует, и либо мы это не принимаем вообще, либо как-то принимаем до тех пор, пока всех это не устроим. Но, в частности, мы же хотели в этом клубе писать интервью с Сергеем, но вы не смогли до них. Да, я могу объяснить это, почему это происходит. Изначально, даже когда мы все собрались, мы люди очень разные. Тут, можно сказать, что и правые, и левые есть, и какие-то центристы. И для того, чтобы нам как-то существовать здесь и не конфликтовать, у нас были прописаны ценности, что мы вне религии и вне политики. То есть, мы, конечно, можем что-то там обсуждать на своем личном плане, но какие-то политические здесь проекты, даже вот от администрации, которые будут как-то там связаны именно с пропагандой, они не могут быть здесь реализованы, и мы, может быть, что-то теряем от этого, в плане того, что нас администрация не любит, но зато мы не ссоримся между собой. Потому что очень много провинций же религий, они хотят где-то что-то проводить, им нужны места всегда. Но у них есть храмы? Нет, храмы это храмы, они всегда проводят какие-то собрания, вечера, уже они запланились в таком центре культурного развития. Здесь, да, ну это государственное учреждение, они уже там постоянно, можно сказать, на постоянной основе проводят какие-то вечера. Здесь этого не может быть, потому что у нас такая ценность. Мы никакую религию здесь не проповедуем, не представляем там же какие-то политические мероприятия. Поэтому мы не смогли здесь интервью записать, но потому что люди сейчас, в нынешний момент они дуют даже на год. потому что к нам присматривают все время, думают, а что это мы тут за секта такая, почему мы тут некоторые вещи делаем бесплатно, как он вообще существует, этот центр, может быть, он кем-то спонтируется, а вы тут какие-нибудь идеи вкладываете в людей. То есть по-всякому бывает, поэтому лишний раз привлекать к себе внимание такое мы не то, что боимся, но стараемся не делать. Понятно. А, это холодильник был, кафе был, колодили огромные стены, их еще дальше звук изолировали, и вот тут ребята приходят местные, репетируют, ну и мы, соответственно, тоже на год играем. Да, мне Сергей скинул, вы чтение лорки, да, будете? на этот 20-го числа будет, да. А так вообще у нас проект организовался в прошлом году. Чтение стихов, поэзии под музыку авторскую, то есть мы создаем музыку, сами читаем, созданы для того, чтобы просвещать, ну да, просвещать народ, поэзию в массы пустить, чтобы она была нескучной, поэтому и назвались так, нескучная поэзия. Потому что просто чтение, оно неинтересно, а чтение уже под музыку, возможно, даже с каким-то неким действием это будет произойти. Ты уже упоминал эту тему, и я знаю, что ты сейчас в трезвости, из чего возникает простой вопрос. Обычно, если человек в трезвости, были периоды, когда он в ней не был. Конечно, да. У меня очень сложные отношения с алкоголем, такие же сложные, как приблизительно с Полом Альбертовичем Лобковым, это и притяжение, и отторжение. То есть бывают периоды и притяжения, и отторжения. Сейчас, к счастью, довольно продолжительный период отторжения. Ну, бывали, да, бывали такие периоды, ты знаешь, я это не в качестве самооправдания сейчас произношу это, просто небольшой дать штрих к психологическому портрету. Однажды мой бывший начальник на телеканале НТВ, который работает на другом уже телеканале, произнес такую фразу, что у него тоже был ряд зависимостей, и он сказал, ты знаешь, просто такие люди, как мы с тобой, ну, или как тот же самый Паша, они запойные во всем. В работе запойные, то есть они работают до последнего, они трудоголики. если делать что-то, то делать до конца, до конца проигрывать всю эту историю, так же, если пить, то до конца, мы не можем ограничиться двумя-тремя бокалами, как многие люди это делают. Вот есть в Евангелии есть слова «знают, и не холоден, и не горяч». Вот эта теплохладность, это главное обвинение христианина, то есть он не может быть теплохладным. Вот нас невозможно обвинить в том, что мы теплохладные, то есть мы все время либо холодные, либо горячие. Ну, бывали, но это, опять же, не в качестве самооправдания, потому что ничего хорошего в этом нет, в любой зависимости нет ничего хорошего, я это прекрасно понимаю и головой. Как это влияло на твою творческую деятельность, исходя, может быть, это прозвучит странно для обычного человека, но был ли это источник вдохновения? Возможно, в этом были какие-то положительные стороны? Как это странно не позвучит? Коварство алкоголя, я, к счастью, ни разу в своей жизни не употреблял наркотики, потому что я понимаю и к счастью, почему говорю к счастью, потому что я человек азартный, я уже сказал тебе, и если бы я попробовал «Не приведи Господь», я бы точно бы впал бы в зависимости наркотическую. Этого еще не хватало. Коварство, любого стимулятора, любого допинга, я сейчас про алкоголь говорю в том, что он дает тебе иллюзию, что у тебя все получается легко и просто. И в какой-то момент, на начальных этапах, когда только все начинается, он действительно дает тебе этот стимул. А потом он делает только хуже. В какой-то момент он начинает тебе мешать, он начинает мешать твоей работе, твоим личным отношениям, потому что у тебя расшатанная совершенно нервная система. Ты все время на этих эмоциональных качелях. И вот если вспомнить «Москву петушки», вот Венедикт Ирофеев, он очень красиво нарисовал вот эту кривую, когда ты в этом экстазе находишься, это верхняя точка, и потом она вот так вот вниз падает под утро, и ты раздражаешься на всех, ты ссоришься с женой, с друзьями, со своими ближайшими родственниками. И в целом алкоголь – это, конечно, большое зло. Но в этом, повторюсь, в этом его коварство. И многие попадаются на этот крючок, на эту удочку. Почему ты завязал? Ты к какому-то внутреннему кризису пришел? Или какая-то внешняя причина была? Нет, я бы не сказал, что внешние причины какие-то этому посодействовали. Это прежде всего внутреннее ощущение, что он тебе стал мешать. Потом мне не 20 лет, когда я могу позволить, мог себе позволить несколько дней к ряду гужбанить, а потом как ни в чем не бывало поехать. Надо сказать, что это никогда не отражалось на моей работе. То есть, опять же, на моей дисциплине. То есть, если мне надо поехать в командировку, я поеду. И я приведу себя в порядок в этот момент. У меня не было такого, чтобы я переносил съемки или не приходил в эфир. Я всегда, с этой точки зрения, был исполнительным и держал себя в узде. Я не шел в разнос. У меня таких периодов не было. Но у меня было ощущение внутреннее, когда это сказывается, начало сказываться на моей работоспособности. Я понимал, что я могу сделать значительно больше, если я не буду пить. Когда после 35, наверное, лет вот это произошло. После 35 лет ты просто не можешь уже физически это вывозить. Такие затяжные алкогольные трипы. Была ли твоя зависимость, причина интереса к нашему национальному демону, к алкоголю? Алкоголь – это какая-то неотъемлемая часть загадочной русской души, в которой кроются какие-то выдающиеся точки роста. Возможно, если бы я не пил и не имел бы опыта, эмпирического опыта, личного опыта употребления алкоголя, как некоторые из моих товарищей, которые в жизни никогда не притронулись к спиртному, я бы тогда не понимал и не находил бы общего языка с героями моих сюжетов, репортажей и фильмов. Я понимаю мотивы, почему люди берутся за стакан в России. Это несоответствие и некий зазор, который между желаемым и действительным возникает у них неизбежно, потому что их окружает вот этот вот нищий, бедный русский быт. А часто очень русская душа, она поэтическая, она хочет вырваться из этих оков окружающего бытового мира, вырваться куда-то на свободный простор, пространство. Недаром у нас возник такое явление, как русский космизм, это покорение космических пространств, чего-то еще. То есть это жизнь, русский человек, он очень утопичен. почему мы покупаемся, почему мы купились на эту большевистскую утопию, потому что ему очень легко, русскому человеку продать вот эту утопию, о Китишграде, о социализме в отдельно взятой построенной стране, он очень утопичен, он хотел бы другой жизни, и вот эта невозможность построения другой жизни толкает его как раз к стакану, потому что ты выпиваешь, что такое алкоголь, он же просто он примеряет тебя с реальностью, примеряет тебя вот с этой удручающей нередко действительностью, возможно, поэтому русские люди пьют, вот, а что касается алкоголь, да, тут, понимаешь, есть и плюсы, и минусы в этом явлении, когда произошла страшная трагедия, и когда пьяный актер Ефремов допустил аварию, в результате которой погиб человек, я написал тогда большой пост в фейсбуке о том, что я как человек зависимый тоже прекрасно понимаю, да, и я сказал, что только зависимый человек, только переживший зависимость человек, он очень чуткий и обладающий эмпатией, почему, потому что вот говорят тот же Венечко, я все время на него ссылку даю, потому что вот это антология русского пьянства, Москва петушки, он же говорит, что это образцовый христианин, человек с похмелья, он всех прощает и готов всех прощать, вот оно чувство эмпатии. Смотри, цены на все меняются, кроме на цены на крепкий алкоголь, таким образом наше государство контролирует поведение населения, этот вопрос является таким инструментом каким-то специальным, как ты думаешь, чтобы люди пили и не завалили. Среди моих друзей есть многие люди, которые очень давно уже завязали, которые резкие противники, и это в основном люди из анархической панк-среды, которые стрейтейджерами стали, и они придерживаются подобной точки зрения, что государство таким образом контролирует и держит на коротком поводке людей, всех людей, потому что человек выпил, уснул в канаве, и в общем ему не до политики, не до разговоров о политике. Потом есть еще книжка замечательная про историю русского пьянства, которую написал Иван Прыжов, это такой был современник Достоевского, он писал про то, что в это время, ведь русский народ на самом деле пил слабые алкогольные напитки, 8-9% и государство, потому что оно хотело собирать налоги, у него была монополия на водку, и оно пристрастило к водке, и у него была позиция такая, я цитирую почти по памяти, что вот есть например английская низовая демократия, которая возникает в пабах, потому что люди выпивают пиво, и они общаются, а русский мужик заходит в кабак, выжирает там полбутылки водки и идет спать, ему уже не до разговоров о политике, такая точка зрения есть, я бы не сказал, я не сказал бы, чтобы я с ней вполне согласился, потому что последнее интервью, которое я готовил для Ксении Анатольевны, мы записывали с демографом Алексеем Ракшей, и он рассказывал про статистику, что вот все последние десятилетия статистика потребления алкоголя, крепкого тем более алкоголя, она снижалась, у людей был запрос на здоровый образ жизни, раньше, в каких-нибудь 90-е годы или начала 2000-х вообще, согласись, огромное количество людей, которые занимаются спортом, в том числе провинции, не было, пошло снижение, люди поняли, что это то, от чего нужно отказываться, и государство, как говорил демограф Ракша, оно поощряло это, и только сейчас опять возник всплеск на волне специальной военной операции, потому что люди испытывают нервозность, тревожность, и они находят опять это пилюля, это пилюля, это не люди, русский человек часто же пьет не от веселья, он же пьет для того, чтобы заретушировать вот эту неприятную реальность, которая его начинает окружать, поэтому я вполне согласен, что государство крайне в этом заинтересовано, тем более сейчас в отличие от царских времен нет монополии или не только царских времен, а еще и советских времен, нет монополии на производство водки, есть разные заводы, которые производят эту водку, я бы понимал, если бы сейчас государство в своих руках сосредоточило все производство водки, и для них это был бы хороший источник дохода. Да, я спрашивал-то не про доход, а именно про то, что это вот как твой друг, анархист, сказал, что это способ снизить напряжение, чтобы люди не задавали лишних вопросов, просто валялись в канаве там лишний раз. Ну, возможно, отчасти это так. Ну, я просто, понимаешь, Сев, это как легкий ответ, очень легкий ответ, очень удобный ответ, очень красивый ответ на такую сложную проблему. Я думаю, что все гораздо сложнее, и я не сторонник различных конспирологических теорий, что Кремль или государство вообще может просчитывать на 2, 3, 4 хода вперед. Мне кажется, что они действуют ситуативно, что у них нет целенаправленной политики, нет стратегии, но есть тактика. Это лишний раз показывает СВО. Да, да. То есть люди действуют ситуативно, у них нет никакого плана. И так же и здесь. Вот там есть какой-то план, там вот этот план Далеса несуществующий, или там плану российского правительства по спаиванию российского народа. Да они же не знают, как сейчас поднять эту демографию, потому что мы свалились в эту демографическую яму. Сейчас, потому что репродуктивный возраст вступают те, то малочисленное поколение 90-х, конца 90-х годов, которое было. И этих женщин меньше, соответственно, меньше рожать будут. Соответственно, больше завозят гастарбайтеров, они не знают, как сделать так, чтобы выполнить указание Путина, что к 30-му году у нас должно жить 156 миллионов. Вот сейчас надо 10 десятку где-то... Рисовать будут, как обычно. Рисовать или завозить? Вчера я посмотрел статистику о том, что за 2023 год уже 500 тысяч граждан Таджикистана получили российские паспорта. Это только одно из стран Таджикистана. Есть еще и другие страны, сопредельные. Так что, ну, будут завозить тогда, потому что это демографическая яма, в которой мы падаем. Я не думаю, что у них есть такая потребность, кого-то спаивают. Но они и так могут... Зачем им спаивать, если они и так в рабском сознании могут держать всех этих людей? Не надо спаивать. За счет телека? И за счет телека, за счет страха, за счет того, что люди работают вот здесь, в городе Касимово, здесь 80% людей работают в бюджетной сфере. Ты знаешь, что у них у каждого принудительно забирают зарплаты по несколько тысяч рублей. И ты не можешь не сдать на нужды СВО. Принудительно. Принудительно. Вот есть семья, допустим, я не буду даже называть эту семью, чтобы их не подставить. Вот есть семья. Оба работают в бюджетной сфере. И ребенок ходит в детский сад. Собирают у нее, у него, еще в детском саду. По тысяче другой рублей. А они не могут возмутиться, потому что боятся потерять работу. Да. У нас произошла и советизация, а кто-то говорит, чеченизация, потому что еще при Рамзане Кадырову мы знаем, что есть вот этот некоммерческий фонд имени героя России Ахмад Хаджи Кадырова, куда тоже принудительно со всех собирали деньги. То есть ты зарплату отдаешь какой-то процент. И так же здесь вот сейчас произошло. Все бюджетники должны скидываться на нужды СВО. И они не могут отказаться от этого. И они не могут возмутиться. Они же все, они не пьют, не пьющая семья, но они понимают, что у них работы другой здесь нет в городе. Зачем их спаивать? Их можно держать в рабском сознании просто пригрозив им. Но не в сознании, в положении. В положении. Они понимают как раз, что это? Нет, они понимают и, наверное, где-то там у себя за столом, на кухне они возмущаются этому обстоятельству. Но они ничего поделать не могут. Колоколам кордовы зорька рада, колокола звонкие, бей гранада, колокола слушают из тумана все анталутские девушки утром рано. И, встречая рассветные перезвоны, запевают заветные песни, стоны. Все девчонки из Пании с узкой ножкой, что на звездочки ранние глядят в окошко. И под шалями зыбкими в час прогулки освещают улыбками переулки. Ах, колоколам кордовы зорька рада, колокола звонкие, бей гранада! Смотрите следующей серии. Я хотел бы оказаться в клубе Сиби Джиби в 70-е годы в Нью-Йорке, где вот такой панк-рок. А там не о художественных средствах идет речь, там просто жар нежных расторгуев. И выясняется, что она долгое время живет с девчонкой. А потом ты приходишь домой, включаешь вражескую волну, радио свободы. Неужели ты думаешь, Сеф, если бы я был ББИ, имея жену, я бы тебе об этом громогласно в интервью заявил? И что у тебя в 18-е? 19-е? Кто-то с Андреевой, кто-то с Мангайтом. Это ты сказал, не я. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok